Здравствуйте! В эфире программа специальный корреспондент. Я Мария Ситтель. Россия чемпион мира по количеству гастарбайтеров на душу населения. На втором месте Америка. Но там российские мигранты обеспечивают четверть рынка высоких технологий. А к нам же приезжают жертвы бедствующих экономик, которые образовались вокруг России из-за развала СССР. Более того, никто не знает, способны ли мы такое количество мигрантов переварить. Наш специальный корреспондент Борис Соболев расследовал эту тему. Будем смотреть вместе с нашими экспертами, имена которых мы пока не раскрываем. 10 километров от МКАД. Подольский район. Самозахваченные поля в пойме реки Пахры. Фермер Валера. Кореец из Узбекистана. Полгода как гражданин РФ. Не очень-то рад гостям. Устраивайся так. Все. Сняли крупную плану. С первого раза накрыть Валерин лагерь не удалось. Об операции зачем-то была предупреждена районная милиция. В итоге за полчаса до нашего появления все население рубероидных бараков куда-то исчезло. Костры еще тлели, еда дымилась, а людей не было. Спустя три дня, уже безо всяких предупреждений. Куда побежал? Иди сюда! Стоять! Вон побежали, побежали, да? Эй, сходи, дорогая. Кризис сильно перепахал рынок труда, в том числе и нелегального. Среди ушедших в поля и многочисленные строители с замороженных московских строек, и подпольщики-цеховики, не нашедшие сбыта своему контрафакту, и оставшиеся неудел обитатели закрытого черкизона. Вот, скажем, эта женщина много лет торговала там бижутерией. Эй! Утонешь? Утонешь? Ну куда ты? Потерявшим насиженные места приходится все начинать с нуля. Снова жизнь в жутких условиях, снова обещания вместо зарплат и унижение со всех сторон. Но одна мысль о том, что все это может закончиться, и впереди депортация, приводит этих людей в отчаян. Слушай, ну у тетки истерика, надо вытаскивать, утонет же, не дай бог. Ханой? Пекин? Не понимаю. Сортировка тех, кто не успел удрать. Дальнее зарубежье направо, СНГ налево. На одном только поле свыше 250 нелегалов. На всех три миграционные карты, просроченные, одно разрешение на работу, поддельное и ни одного паспорта. Перспектива тех людей, у которых нет паспорта, это помещение в спецприемник. Что такое помещение в спецприемник? Фактически та же тюрьма. То есть пойдут документы, запросы, ваше посольство. Посольство будет давать запрос по вашему месту жительства, то есть устанавливать вашу личность. Кто впервые попался, испуганно слушают. Те, кто поопытнее, спокойно дремлют, прекрасно зная, чем дело закончится. Появился Валерий. Тот самый плантатор, который три дня назад уверял, что один спит на трехстах матрасах и один пашет на ста гектарах. Кстати, за месяц заработал себе на новую Тойоту Камри. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Для меня это не доброе, наверное. А вы хозяин-то, да? Да, да. Ваши трудоголики? Это обязательно снимать надо, да? Ну а как же? Да, ну хорошо. Содержите нелегалов, нехорошо. А как иначе быть? А иначе не получается? Нет, не получается. Ничего иного, кроме как содержать людей в скотских условиях и драть с них по три шкуры, ему даже в голову не приходит. Говорит, так сложился рынок. Якобы иначе выиграть конкуренцию в наши дни невозможно. Рассказывает узбек Гани, агроном по профессии. В одном автобусе нас привозят по 150 человек. На ногах стоим. Даже иногда дышать невозможно бывает. Разъезжавший по кишлакам вербовщик обещал ему зарплату 600 долларов. Когда приехали в Подмосковье к Валерии, оказалось, что это не за месяц, а за сезон. Насильный. Заставляют работать. Некуда идти. Паспорт не дают. Дорогу не знают. Это не рабство. Это хуже рабство. А вот вьетнамец Лонго Чу не жалуется. Ему все лучше, чем в родной деревне, в 300 километрах от города Хо Ши Мина. Там, как победили американцев, так больше и не видели наличных денег. У нас не похожа Россия. Россия получит деньги. У нас нет. Мы получаем рис. Вы получаете зарплату рисом во Вьетнаме? Да, рис. Окраина Подмосковья, Серпуховской район, заливные луга Аки. Размах овощного бизнеса с высоты птичьего полета. Под нами, пожалуй, самая длинная грядка на свете, имеющая все шансы попасть в Книгу рекордов Гиннесса. 18 километров огурцов, кабачков, капусты и зелени. Все взращено трудом нелегалов. Они на поле прямо косят ее ножами, чистят. И потом за килограмм готовые продукты получают 5 рублей. Итак, килограмм зеленого лука, петрушки или укропа вырастить, собрать, связать в пучки, промыть, разложить по пакетикам с названиями несуществующих фирм. За все про все Батрах получает 5 рублей. Рабовладелец накручивает сверху еще 95 и тут же на поле продает товар экспедиторам торговых сетей. На прилавках супермаркетов эта зелень будет стоить уже 200-250 рублей за килограмм. Вот у вас номера-то. Это какой регион? Это Досу. Ростов-на-Дону? И вы из Подмосковья везете зелень в самый плодородный регион? Ну что, да. Кто бы мог подумать, что благодаря кризису и хлынувшей на поля дармовой рапсили, Подмосковье за один сезон превратится в крупного поставщика овощной продукции. По два урожая за лето теперь собирают там, где местные жители не могли собрать и одного. Нашим платить надо, а те приехали, пожалуйста, мне надо 300 рублей заплатить, а ему и полторы сотни достаточно. Они отнимают у нас работу кругом. Вы ведь бывшая колхозница, да? Да. А где работали? В поле или на ферме? И на поле, и на ферме. Нигде работают сейчас. А сейчас где? Нигде, дома сидим. Вот, работаю. А как вы считаете, хорошо, что они на этих полях работают или плохо? Я считаю, нет, отнимают у нас работу. Я считаю, хорошо, пусть работают, пусть зарабатывают. Вокруг в старинных русских деревнях уже чуть ли не три четверти населения – гастарбайтеры. Устраиваются как придется, питаются всем, что движется. Живут в немыслимой скученности, под неусыпным оком всевозможных местных инспекций и администраций. В мае было 12, сейчас 44, в 4 раз больше. Здесь всяк убежала. Хозяева сельских ночлежек ездят на мерседесах и, согласно восточным традициям, предпочитают от закона откупаться, нежели его соблюдать. Редкий нелегал, будучи увезенным в милицию, пробудет там больше часа. Основная трудность, допустим, с выдворением – это у многих отсутствуют документы. Так это наоборот прямая дорога, если нет документов. Дело в том, что для того, чтобы рассмотрели его в суде, он должен быть установлен. Что это гражданин тот, именно который есть. А, то есть потерял документы и вообще делал что-то. Нет, ну нет, почему? Меры принимаются. Но вернемся к рабовладельцу Валерия и его 250 батракам. Вот спустя 10 часов сидения на поле, их, наконец, грузят в автобусы и везут в районные околоток. Впереди, как нам было официально объявлено, кропотливейшая процедура установления личностей, фотографирования, дактилоскопирования, сверка с милицейскими картотеками и информационными базами посольства. Ну куда ты пошла-то? Иди сюда. Закрывай! Закрывай! Очень колоссальная работа, большой объем работы с сотрудниками участковой службы, оперативными сотрудниками. Проходит еще час. От толпы, так и неустановленных личностей, одна за другой отделяются мелкие группки. Неужто в этих грузовиках их повезут в обещанный приемник-распределитель? А может, сразу на вокзал и депортируют из России? Да нет, конечно. В тот же вечер все 250 батраков вернулись к своему хозяину. Так вот, дело-то на этого гражданина-то завели? Да. А чем закончилось? Значит, в ходе следствия данный гражданин осознал свою вину, деятельно раскаялся. И что нам позволяет Уголовно-профессиональный кодекс Российской Федерации на основании статьи 28-й, дело было прекращено за деятельным раскаянием. Где-то там, на другой планете, для гастарбайтеров существуют квоты, за наем нелегалов полагаются штрафы, за незаконное предпринимательство, неуплату налогов и организацию незаконной миграции могут даже посадить. Это где-то там. А здесь есть просто рабовладелец и есть те, кто с ним в доле. Осень. Сезонным рабочим пора домой. Тех, кто не заработал на авиа или ЖД-билет, в этом году как-то особенно много. Ночь. МКАД. Один из отстойников для среднеазиатских автобусов. Водитель Равшан объясняет, что до Душанбе ни сидячих, ни стоячих мест не осталось. Но еще не поздно залечь под сидение. Нет, а там место. Конечно, под скамейку, под сидение. Далее на Таджикском. Мол, впереди около 40 постов ДПС и границы четырех государств. В общем, проезд 3000 рублей плюс 17 тысяч на взятки. Иначе нелегалам беспаспортным такой путь не одолеть. 17 и без паспорта, и все нормально, да? А это без регистратора? 6, да? 6500. Ну, стопроцентная гарантия, да? Не будет проблем ни с милицией, ничего. Точно. Скотовозки. Так сами гастарбайтеры называют эти автобусы. Из-за постоянных разбирательств на постах и пикетах в один конец могут ехать 9-10. Что делать? Работа, жизнь такая. Ну, а не боитесь, что постоянно будут останавливаться, штрафовать? Народов там много. Вот, казалось бы, грубейшее нарушение правил перевозки. На 50 мест 108 пассажиров. Массовое нарушение паспортного режима. У 35 иностранцев нет вообще никаких документов. И ничего. Все отлично. Все нормально. Отлично. Очередные проверяльщики говорят отъезжающим ай-яй-яй, и автобус продолжает свой путь. Действительно, что пропу удерживают тех, кого и так давно пора депортировать? Разобраться бы с теми, кто уезжать не собирает. День дворника начинается рано. Миграционные службы еще раньше. Очередной дом, очищенный от коренных москвичей и выкупленный какими-то инвесторами. Район Сретенки. Пол шестого утра. Открывай дверь! Вот сделать в этой 100-метровой квартире в центре города красивый ремонт и сдать под апартаменты, так прибыль будет меньше, чем сейчас. Человек 30 на полу, еще столько же на антресолях. Даже за своего новорожденного младенца узбечка-уборщица платит 30 долларов в месяц. Каждая взрослая койка-место стоит 100 долларов. За дворником работаем. А кто вас сюда поселил-то? Мы сам снимаем. А у кого снимаете? У хозяина. Хозяина здесь нет. Простому гражданину так распорядиться своей недвижимостью никто бы не дал. Значит, хозяин непростой. Пытаемся навести справки у подъехавшего участкового. Нет, 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 нет. Не надо, не надо. Подождите, подождите. Ну, слушайте, вы же на службе. До свидания. Товарищ майор. Да не буду я разговаривать. Ну, а вы не знали, что у вас тут на участке-то такое творится, а? Смотрите, полное общежитие нелегальное. Как же так-то? Вы не знали ради об этом? Позже выяснилось. Владельцам густонаселенной квартиры официально, ничего не стесняясь, числится некто Н.Н. Обрашов, подполковник милиции, замначальника местного красносельского ОВД. Соседняя квартира. Здесь уже посвободнее. Всего 37 жильцов. Сантехники, дорожники, мусорщики. Почти у всех беда с документами, о трудовых договорах никто и слыхом не слыхал. Вот здесь приняли на работу. Не дают зарплату, не могу я уехать. 20-й день бегаю. Я ходила в суд, обращалась. Мне говорят, докажи, где ты работала. Вас кто сюда поселил? Директор. Директор ДЭСа, да? А как ДЭС-то называется? ДЭС в рамках реформы ЖКХ теперь переиначился в ООО. То есть руководство прежнее, эксплуатация рабского труда пуще прежнего. Но город теперь как бы ни при чем. Все проходит под маркой отдельных злоупотреблений частных подрядных организаций. Объявление нашел, там написано было 25-35 тысяч. 25 тысяч в месяц обещали, да? А заплатили? За 4 месяца 18. Киргиз Бабакул, кстати, ветеран Афганистана, кавалер Ордена Красной Звезды. На вопрос, где деньги, услышал, а ты докажи, что у нас работал. Говорю же вам, мафия там обманули меня. Как гражданин у вас работал? Какой гражданин? Вот. Нет, я его не знаю. Я его первый раз вижу. Эти у нас не работают. Вот уж и собственное начальство не узнает. Штрафы за наем нелегалов нынче изрядные. Чем платить? Директору ДЭЗа легче отречься от всех с копом, а завтра нанять новых. С проверяльщиками обычно можно договориться приватно, от журналистов просто удрать. Это не частность. Так ведет себя вся система. Мне весь дебалет. Весь дебалет. Весь дебалет. Голова. Жлют вот эту юльку. Печень. Спать не могу ночью. Таджик Гафур не поверил, что у родного зеленоградского Рео нет денег, чтобы расплатиться с ним за последние два месяца. Он ходил, нудил. Прорабам это надоело. Я не могла одно слово сказать. Мне так два человека взяли, в третьем ударили. Железо взяли и леску ударили. И потом, я не знаю, ничего. Друзья из Битого показывают его окровавленную рубашку. Ее рубашка, да. На голову ее рубро сломали. Вот так били. И ждут, когда приедет их главная начальница. Дескать, она-то накажет всех приказчиков и заплатит всем холопам. Королева коммунальщиков микрорайонного масштаба прикатила на джипе за 80 тысяч долларов. Вас зовут Оксана же? Да. Вот Коская, сам митинер. А в чем проблема? Вот эти люди, говоришь, они работали просто на вас. Первый раз вижу. Я не знаю этих людей. В отделении милиции, куда его друзья пытались подать заявление о побоях и не выплате зарплат, их всех, что называется, послали куда подальше. А почему же все равно вы едете сюда? Надо кормить детей. Кормить детей. Жалко детей. Всего в Москве более 70 тысяч дворников. Из них, по официальным данным, 4 693 иностранца. То есть около 6%. А вот что на самом деле. У нас одни киргизы работают. Без выходных. Без выходных, без праздничных. Заставляют делать такое. А какая норма выработки? Норма выработки? Берешь больше, тебя ждать. Неужели местные не работают? Местных у нас нет. Какая средняя зарплата? Средняя зарплата по дворникам более 20 тысяч. Рублей? Да. Это вот то, что проходит по бумагам? То, что проходит, да, уже по отчетности. Это то, что люди получают. Какие люди? Те, что расписываются в зарплатных ведомостях? Или те, что реально работают? Мы опросили несколько десятков дворников в разных районах города. А зарплата большая у вас? Ну, как говорят, надо. Вот два подъезда, 11 тысяч получают. Платят много? 12 тысяч. 10 тысяч и так, чуть-чуть больше так. Лежит можно. Восемь, 10 тысяч. А теперь представьте, чисто теоретически, если 70 с лишним тысячам человек вместо официальных 20-25 тысяч выдавать черным налом по 10-12 тысяч, что получится? А получится превращение городской коммунальной системы в одну гигантскую обнальную контору, уводящую до миллиарда бюджетных рублей в месяц. И это только на дворниках. А есть еще дорожники, мусорщики, ремонтники. В то самое время, когда на Сретенке ФМС перетряхивало очередную подпольную ночлежку, в конференц-зале московского правительства торжественно награждали. Андронов Григорий Александрович, РЭУ-23 района Братсеева. Левин Михаил Валерьевич. Лауреатов перечисляли больше часа. Ни одной среднеазиатской фамилии. Почти как в ДЭЗовских зарплатных ведомостях. У нас конкурс не национальности, а конкурс мастеров. Это лучшие дворники, мастера, которые победили и которые отмечены правительством Москвы. И снова ночлежка. Для тех, кто вне конкурса. Район Пятницкий. Трущобы эти легко спутать, но сдается, с год назад мы здесь уже были со съемочной группой. Все тот же потайной лаз в кирпичах, та же светомаскировка из фанеры и тряпок, те же якобы отключенные коммуникации. Да, ну и скрупчики. Если прежних жителей депортировали, как обещали, то, наверное, это уже другие, но такие же, нищие, бесправные и напуганные. Малыш, ты здесь родился? Без врача, что ли? Здесь все так же рождаются дети, но никто не выдает им свидетельства о рождении. Все так же хворают взрослые, но никто не думает их лечить. Здесь единственное, что готов сделать работодатель для своих батраков, это все так же бессовестно их предать при первой же проверке. Там располагаются люди ваши? Сейчас я просто не знаю, что это за люди такие. Там сейчас располагаются некие дворники. Не знаю вообще-то. Все, господа, в приемник распределите, билеты на родину. Давайте, давайте, не стесняйтесь. За казенный счет из страны депортируются единицы. Это слишком дорого. Большинству же просто ставится штамп о выдворении и запрете повторного въезда. С начала года такой штамп был поставлен 18 тысячам иностранцам. Сколько из них реально уехали, а сколько выбросили паспорта и преспокойно продолжили жить без документов, неизвестно. Никто не считал. Итак, это был фильм нашего специального корреспондента Бориса Соболева. Ну и получается, что пока мы рассуждаем о высоких технологиях, к нам вернулся рабовладельческий строй. Сегодня у нас в студии лидер старейшей в России политической партии, ветеран парламентского движения, которого многие считают и хорошим актером, Владимир Жириновский. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте. Молдаванин, играющий таджика, любящий Россию гастарбайтер с многолетним стажем, актер Валерий Магдяш. Здравствуйте. Здравствуйте. И режиссер с мировым именем и тоже в какой-то период жизни гастарбайтер, сценарист, получивший приз гильзии кинорежиссеров России за гражданскую позицию, принципиальность и вклад в развитие киноискусства, народный артист России Андрей Кончаловский. Здравствуйте. Так что, Андрей Сергеевич, ну получается, что так и не услышан завет Антона Павловича Чехова по капле выдавливать из себя раба, ведь, ну, рабовладелец он и в душе сам раб. Ну, почему не услышан? Надо знать по капле. А сколько там капель? Капель много. Ну, сколько капель, ну, получается, судя по этим кадрам, возвращается рабовладение в Россию? Наверное, оно всегда существовало, особенно в странах южных наших соседей, это всегда существовало в определенном. Но меня угнетает другое. Вы представляете, есть люди, которые, вот мы видели, как они живут, и они это терпят, значит, там еще хуже? Вот в чем дело. Значит, там еще хуже. Ведь логика какая? Если бы тут было хуже, чем там, никто бы не поехал. Но мы-то не распоряжаемся тем, что там у них, да, там трудно, но мы-то, получается, вы владеете? Мы, к сожалению, не распоряжаемся то, что тут у нас. Вы посмотрите, если все эти люди спокойно возвращаются обратно через какое-то время, через 6 часов, значит, вот тут все сказано, что на этом очень серьезно зарабатывают не только те, кто нарушает закон, потому что он там работодатель, но и те, кто призваны этот закон охранять. Андрей Сергеевич, а можно я по поводу вот там? Я сам из Молдавии, и каждый год я, естественно, с счастьем для себя едет домой. Но где-то там, в дальнем уголке мужичка, я ловлю себя на том, что будет очень тяжело. И когда я несколько дней назад звонил в Тирасполь, и своей сестре я говорю, как дела, Алёна? Она говорит, Валер, ну как дела? Утром выхожу на остановку, подходит маршрутка, приезжает. Я сажусь, и полная маршрутка женщин. Это страшно. И дело не в том, что там меньше едят или не то носят. А из 4-х, статистика знает все. Это моя страна. Из 4-х миллионов, около 4-х миллионов молдаван, 2,5 миллиона, миллионов людей, они вне своего дома. То есть миллион человек, где-то свыше миллиона, находятся в России. Я не знаю, сколько в Москве. Миллион женщин, больше миллиона. А знаете, дома, понимаете? Ну, извините, но они хоть работают и посылают деньги домой на себя, на содержание семьи. Это уже имеет какой-то смысл, потому что пытаются поддержать семью. Поэтому они здесь. Да, это имеет какой-то смысл. Да. Владимир Вольфович, а в чем ваш рецепт? Вот вы всю Москву заклеили плакатами «Вернем Москву москвичам». Так получается, что, Россия для русских? По городу Москве можно вполне решить вопрос и не принимать сюда иностранных рабочих. Во-первых, я категорически против этого слова немецкого. Гастарбайтер, гостевой рабочий. У нас есть хорошее свое слово. Иностранные рабочие, это всем будет понятно. А то кто-нибудь из детей будет расти, будет думать, как это хорошая профессия. Какой-то гастарбайтер. Они же не поймут. Значит, Москва полностью может быть освобождена. И именно здесь максимальное противостояние. Потому что это госстолица, город очень богатый, культурный. И 70 тысяч дворников обеспечит и сам город Москва. Подмосковья или Тамбов, Смоленск, Пенза и так далее. А вот в сельском хозяйстве мы могли их принять, но организованно. Пример элементарный. Пензенская область. Поехал замгубернатора в Киргизию. Набрал дунган. Это хорошие овощеводы и животноводы. Привез их. Поселил в пустое место, не мешая никому. И теперь на рынках Пензы. Арбузы, мясо, лук. Все то, что сами пензенцы, может быть, не любят. Организуйте все. Легализуйте все. Это можно делать. Мы не говорим, что убрать всех. Но, во-первых, сперва попробуйте своих принять на эту работу. Понимаете, нигде нет объявления, требуется. Но так ведь они не хотят. Мы не наберем 70 тысяч дворников в Москве наших. Повесьте объявление в каждой управе, что требуются дворники и зарплата 30 тысяч. Даже 20 тысяч. А, так 20 тысяч. Вот. Вот. Самое главное. Московская правительство говорит, не надо нам они. ФМС, Федеральный имминационный служб спускает квоту. Город Москва. Возьмите их. А зачем спускают квоту? Чтобы оправдать свое нахождение. У них огромный аппарат теперь по всей стране. Там далеко от Москвы не видно, что они нужны. А по Москве нужно доказать, что они нужны. Посмотрите, в подвалах спят там, на вокзалах. То есть это вы знаете, что спецслужбы надо теракты устраивать, для того, чтобы показать, что они нужны. Так и ФМС. Им надо, чтобы были здесь. Производство говорит, не надо нам гастарбайтеров. Они говорят, нет, возьмите квоту, 250 тысяч. Мы об этом говорим уже не первый год. И все равно у нас получается, у нас миллион мигрантов по стране. Не меньше. И у нас миллион рабов. Да. Каждое утро почему-то так получилось. Актеров мало, которые любят вставать утром рано. Я встаю рано утром. Ну так получается. Я смотрю на этих людей и думаю, слава богу, что они у нас есть в Москве. Потому что это люди, которые делают наш город красивым. Чистым. Чистым. Это люди, которые копаются в земле. Это люди, которые спят на этих, на каких-то палатах долбанных. Получают эти 10 тысяч. Из них 10 тысяч получает ФМС. 10 тысяч участковый и до сих пор не наказаны. И так далее. Это люди, с которыми я 4 года живу. И это люди, которые ко мне приходят. И теперь я как актер, я счастливый человек. Потому что социально я попал на роль Джум Шуда. Мы не снимали кино про таджиков. Это кино про... Это следствие. Причина в том, что развалилась... По-разному можно относиться к Советскому Союзу. Развалилась система. И люди раньше... Такого не было. Раньше... Вот я мигрант. Я после школы... Я закончил... Я поступил в Симферопольское высшее военно-политическое строительное училище. Потом я поступил в ГИТИС. Потом я третий вуз закончил. Вы думаете, если бы это не было Советского Союза, я бы что-то значил из себя? На меня квоты... Раньше правительство Советского Союза спускало квоты на нацменов. В ущерб русскому человеку, парню. И меня, молдаванина, взяли в училище. Там у нас во взводе были евреи, башкиры. Там и так далее. И 8, 10, 12 русских. Понимаете? Это очень страшная вещь, то, что сейчас это только начало. Вот. Тема нашей сегодняшней программы «Как ликвидировать рабство в России» продолжим буквально через несколько минут. Это программа «Специальный корреспондент». Я Мария Ситтель. Ну вот последние полгода все громче, активнее, чаще звучат призывы отправить гастарбайтеров на родину и освободить рабочие места для россиян, потерявших работу. Другие считают, что это важный трудовой ресурс. И этот ресурс делает ни много ни мало, а 8% ВВП России. Как нам распорядиться с этим ресурсом? Как вот чуть-чуть по-другому, по-иному взглянуть на эту проблему? Андрей Сергеевич. А вы взгляните на, где работают гастарбайтеры. Где они работают? Они же не работают на каком-то полуразрушенном или затхлом заводе где-нибудь в Новокузнецке или где-нибудь, я не знаю. Они там не работают. Они работают в тех сферах, в которые должны были прийти русские, но почему-то не пришли. Сельское хозяйство. Не пришли русские туда. Смотрите, таджики привозят, начинают. Почему они не работают там? Дальше. Сфера обслуживания. Дальше. Строительство. Где? В Москве элитное жилье. Строят элитное жилье те, у кого есть деньги и платить. Но эти люди, которые строят это элитное жилье, в принципе, больше не думают о том, что существуют этические отношения между работодателем и нанимаемым. Этики никакой нету, а вот есть то, что вызывается рабство. Если бы была этика, это значит, если бы он не накручивал себе 300% в месяц, а имел бы свои постоянные 10% всю жизнь, то он бы платил достаточные деньги для того, чтобы пошел туда человек русский. Ведь это зависит от того, насколько отношение между эксплуатируемым и эксплуататором построено на уважении труда. Валерий, а вы верите, что русские будут работать так, как работает наемный гастарбайтер? Я всегда, особенно в немыслимые вещи верю. Поэтому эта задача не то, что я сегодня верю, а завтра все русские пойдут работать и будут сажать там цветы и так далее. Это вопрос, конечно, сейчас зарождается новая цивилизация, новая страна, новая Россия. Это люди, которые через гастарбайтеров, минуя гастарбайтеров, русский ты, не русский, может быть что-то будет другое. Но на сегодняшний день я верю, вот тот потенциал уникальный, который присущ России, людям, которые сделали эту страну и сохранили эту страну, понимаете? Ведь гастарбайтер, который сидит сейчас в Таджикистане или в Киргизстане, в Узбекистане, он приехал сюда, в Москву. Он не потому, что сюда приехал, чтобы, как говорится, ничего не делать. Он верит в то, что его примут здесь и дадут возможность им жить. Но ведь это тоже и криминальная зона, это и преступность, это и отсутствие паспортов. Они же тоже все, ну не все, нет, они же тоже хитрят. Есть обязательства власти перед своим собственным народом, перед русским, который не идет. И есть обязательства власти, которая все-таки дает шанс этим людям прийти. Если он нарушил закон, значит его надо по всей строгости закона наказывать. Но извините меня, я... Кто будет наказывать? Вот я и говорю, что нет этой системы. Вот просто я говорю нет. Давайте присоединим к нашей беседе, собственно, автора фильма и еще одного важного участника нашей дискуссии. Борис, ей что сказать? Добрый вечер, здравствуйте. Я вот такой поворот разговору хотел бы дать. Вот помните этих людей, которых мы показывали, их выпустили через несколько часов, не проверив. Они все беспаспортные. У кого-то паспорта спрятаны. Это очень удобно быть без паспорта, как оказалось. У кого-то их просто нет. Очень многие те, кому поставили штамп покинуть пределы, просто выкидывают паспорт в помойку и спокойно живут. Мы все это показывали. Вот сейчас у нас прошел титр внизу экрана о том, что в стране ежегодно 5 миллионов гастарбайтеров. Вот откуда эта цифра? Откуда? Мы этого не знаем. Мы дошли до ситуации, когда у нас в стране неизвестное число неустановленных личностей. Понимаете, вот если отвлекаясь от этического аспекта, об этом сейчас много говорилось, а в плане вообще безопасности государства. Вот как контролировать ситуацию в этой огромной бескрайней среде? В конце концов, как там преступников ловить, если местные отделения милиции не знают? Вот у них эта грядка 18 километров, там несколько тысяч человек вот в соломенных шляпах. Кто там? Что там? Понятия никто не имеет. Хороший, справедливый вопрос. Вы власть, Владимир Вольфович, вам отвечать. Все нужно делать, начинать с другого конца. Надо не ловить иностранных рабочих и не считать их, а наказывать тех, кто дает работу. Вот их самое жесткое уголовное наказание. У них есть деньги, реально мы видим, что они от этого... Вот, значит, давайте, давайте, будет не ФМС, а ФСБ будет приезжать и арестовывать работодателей. Когда мы их арестуем и поставим в тюрьму, тогда мы увидим, сколько вообще у нас будет... Ой, Владимир Вольфович, как у вас все просто и замечательно. Вот если сейчас режиссер имеет возможность, у нас есть еще два небольших эпизодика, просто в дополнение к нашему разговору, в том числе и об ФСБ, и вообще о вот этом бесконечном круговороте одних и тех же правонарушений. Когда нам говорят, что столько-то заведено, возбуждено, или, как они говорят, возбуждено дел, выпишено протоколов или чего-то еще, слушайте, это же все по одним и тем же делам. Борис, давайте посмотрим. Это же все идет по кругу. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Иркутская область. Только за этот год по туристическим визам сюда въехало около 30 тысяч китайцев. Практически все бесследно растворились в местном экономическом подполье. Ты государство налоги платишь? Здесь? Да. Я не знаю, где покупать. А, ты не знаешь, где платить? Да. Характерная цифра. На всю эту огромную приграничную территорию с ее бесчисленными китайскими рынками, цехами и лесопилками за год по статье «Организация нелегальной миграции» возбуждено одно, одно уголовное дело. И то не дошло до суда. Сколько стоит законное дело? Ну, если речь идет о районном отделе милиции, я думаю, от 20 до 50 тысяч рублей. Но, повторюсь, речь идет о простых китайцах. Если мы берем фигуры посерьезнее, помасштабнее, ну, наверное, сумма возрастает значительно сразу. Начало лета. В бараке возле местного рынка накрыли подпольный банк, занимавшийся нелегальными денежными переводами в Китай. Изъяли около миллиона черным налогом. Через месяц в том же бараке изымают уже 9 миллионов. Задерживают клерков китайцев. Те называют подлинного хозяина банка. Бывший сотрудник ФСБ, майор в отставке, который по роду своей деятельности курировал кредитно-финансовую отрасль. Дело пока еще не закрыто. И мы не можем показать вам лица этого майора. Скажем лишь, что оно очень самоуверенное. По слухам, в перерывах между допросами он открыл третий китайский банчок. Балашиха. ОМОН штурмует одну из старейших в Подмосковье ткацких фабрик. Под предлогом отсутствия заказов весь местный трудовой коллектив с нее давно уволен. Директор, он же депутат Балашихинского ворсовета, говорит, что и рад бы показать пустые цеха. Да потерял ключи. Финансов здесь нет и не будет. Нет, все здесь и не будет. На территории фабрики? Нет. Вообще нет финансов? Нет. Не пустили в дверь милиционеры в окно. А там 400 нелегалов, содержащихся в жутких условиях. Круглосуточно строчат платья от Гуччи, кофточки от Ив Сен-Лоран и спортивную одежду марок Абибас и Ри-Ибак. Так, подъем, подъем, подъем. Документы предъявляем. Итак, очередное контрафактное производство закрыто. Хозяев ждет уголовное дело. Товар уничтожения работников депортация. Так нам было официально заявлено. Прошла неделя. Та же фабрика, тот же запертый изнутри цех. Лезем в то же окно, куда еще недавно так доблестно забирались ОМОНовцы. А там... Тихо, российская телевидение, сейчас приедут лица. Так, начальника, быстро. Те же лица, за теми же как бы конфискованными машинками, все так же продолжают выдавать по 4 тонны Абибаса в сутки. Директор фабрики, как ни в чем не бывало, продолжает искать якобы потерянные ключи. На него, как выяснилось, не то, что дело не завели, а даже штрафа не выписали. Ну, весьма показательно и наглядно. Сколько миллионов ФСБшников нужно нанять на работу для того, чтобы навести порядок? Значит, беде чтет о человеке, который уже не работает. Он пенсионер. Поэтому трогать не надо. Значит, нужно обязательно создавать, и это можно сделать быстро, органы государственной безопасности. И начинать, еще раз я говорю, совсем с другого конца. Ударить по тем, кто организовывает труд иностранных рабочих. И сразу все будет хорошо. Мы бесполезны, ведь их очень много, их миллионы и миллионы. Мы будем отправлять миллионы, еще будут приезжать. Вы подумайте о будущем. Впереди засуха, страшная засуха в Средней Азии. И вторжение талибов. Они обязательно вышлют от американцев. Миллионы к нам ринутся, а у нас 7 тысяч километров пустой границы с Казахстаном. Китай легко. Китайцев у нас отличная граница была, советско-китайская. Перекроем моментально. Один только пункт перехода сделаем. Вот Казахстан проблема. 7 тысяч. Что-то поставим армию. 7 тысяч километров, закроем армии. И никого не пустим. Да, закроем. Но это пока мечты. А закроем ли? Если есть желание у государства, эти мечты будут реальностью. Это стерь, это не горы, не тайна. У кого должно... Электронное, электронное будет слежение за всей границей. Где его взять? Как это сделать? А у вас есть желание защитить Россию от миллионов нелегальных нелегантов? Да, есть и можно сделать. Пусть желание появится у тех, кто здесь конкретно руководит силовыми министерствами. Кто конкретно? Пускай Совет Безопасности этим занимается. Патрушев, пускай этим занимается. Он, Нургалиев, Бортников и остальные все наши ведомства. Генеральный прокурор, наконец-то, занимается. Они же этим не занимаются, они выборами занимаются, наши силовики. Пускай этим где-то занимаются. Я, конечно, не перебиваю. Я с уважением, извините за инициативу. Она всегда наказуема. Но я просто хочу сказать, что есть институты, к которым мы привыкли. КГБ, ФСБ, Министерство обороны, МВД и так далее. Но я хочу спросить тогда тех, кто стоял у основ создания общественной палаты, скажем. Где кучерин надо быть? Или, допустим, Памфиловой больше делать нечего, да? Кроме того, как писать всякие там... Ну что Памфилову кучерину сделают? Ну, очень много... Нет, они ничего не... Создать общественный запрос, создать некую позицию гражданского общества. Ну, а запросы? А наказывать надо. Андрей Сергеевич, ну вот, может быть, у вас есть опыт работы... Работы, вернее, опыт миграционной политики зарубежных стран? Нет, ну, дело в том, что я не был гастабатором. У меня была виза. Я был... Это творческие работники, это другие люди абсолютно. Мы ни у кого не отнимали бы труд. А вот то, что творится в Америке, это интересно, потому что американцы не могут защититься от наплыва латиноамериканцев, не только всех латиноамериканцев. И прогнозы, что к концу, где-то через 30-40 лет, больше половины населения Америки будет говорить по-испански. И это вообще изменит целиком политику в мире, потому что сегодня они начнут влиять на политические решения в Соединенных Штатах. Они строят стену 8 метров высотой. Ну, построят они цену. Электронные слежения, Владимир Иванович, все это. И там, поверьте, там контроль, конечно, на границе будет здорово. Ничего не помогает. Есть силы. Это вот, как я не знаю, саранча. Это вообще экология. Это вот миграция, как... Человек все-таки в какой-то своей основе имеет физиологические способности просто выживания. И он пройдет, будут стрелять, все равно будут идти. Ну, понимаете, выигрывать и отстреливать. Это когда... Там тепло идут, у нас мороз. У нас не пойдут, замерзнут. Никто не пройдет. Простите, как... Минус 30 степей в Казахске тоже не пройдет. Ну, когда человек умирает, так голову надо... Согласен, там плохо. Он пойдет, и если пойдет, так пойдет. Хорошо, там сотня. А вы представьте себе, когда вы говорите миллионы. И это правда. Миллионы? Десятки миллионов? К этому надо готовиться? Друзья мои. Надо готовиться еще к другому... Если уж на то пошло, Владимир Владимирович. Надо готовиться к тому, что из Центральной Африки на север, обходя арабские страны, потому что они будут отстреливаться, пойдут несколько сотен миллионов человек, до четверти миллиарда, просто идти от того, чтобы где-то найти кусок хлеба. Но ведь в этих странах есть же система адаптации, адаптации мигрантов, которые работают так или иначе. Что они делают на Западе? Они сперва фильтрационный лагерь. Кто нам мешает так же делать? Давайте поезд Москва-Дюшанбе остановим в Саратове. Всех высадим. Документы есть, приглашения на работу? База данных действительно пригласили? Тогда пропустим этих, чтобы не было фальшивых приглашений. Мы говорим о низкопрактированной рабочей силе. Да, да, да. Если их пригласили, пускай фирма через определенные структуры докажет, что она пригласила. Может быть даже в русском посольстве в Дюшанбе или в Ташкенте должны быть данные, кого мы пригласили в 2010 году. Давайте сейчас, в 2010 году, сколько нужно в Россию рабочих? Мы должны знать, и поезда давайте отменим вообще. Ведь в основном поездами идут, пешком никто не ведет. Это не выход. Почему? А потому что работодатель тогда получит не тех. Вот, 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 давайте бороться с работодателем. Тогда он не может использовать рабский труд. Вот к этому идет. Что вы думаете? Что вы думаете? Я, 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 знаете, я сейчас скажу вещи, я однозначно понимаю, что это невозможно. Но я должен это сказать. Потому что есть еще ответственность, большая благодарность Москве и России за то, что она дала шанс этим людям все-таки поддерживать своих семей там. Но я хочу, чтобы те, кто сегодня пришли к власти, руководят там, в Таджикистане, в Молдове, они тоже думали о своем народе. Потому что сегодня, когда пришел Лупу, пришли там, так сказать, сорокалетние молодые, как их говорят, волки и так далее, они пришли к власти. И вместо того, чтобы подумать о том, какая катастрофа произошла в моей стране, неважно, кто это, коммунисты мы оставили, антикоммунисты, меня это не волнует. Но они должны думать о народе. Что делать это? Конечно, все. Нет, ну так говорить, должны, должны, все должны. Любой проект должен. Но это призывы, извините меня. Может быть. Спасибо. Борис просит слово. Да, Борис. Продолжая тему приборов лазерного слежения. Вот пока вместо приборов мы имеем вот что. Значит, бумага из Управления информацией общественных связей ГУВД по Московской области. Значит, о чем речь? Мы просили пустить нашу съемочную группу в приемник-распределитель для нелегальных мигрантов по Московской области. В тот самый, куда этих задержанных должны доставлять перед депортацией. Два месяца нам отказывали. В итоге отказали окончательно со словами, что там ремонт. Но попутно мы узнали совершенно почти что секретную цифру. На несколько миллионов нелегальных мигрантов, находящихся в Подмосковье, есть один приемник-распределитель на 32 койка места. И тот, как вот здесь написано, недавно закрыт на ремонт. Таким образом, только потом я понял, что все, что мы снимали, вот эти погрузки в автобусы, отправки, это все изначально, с самого начала был спектакль для телевидения и для телезрителей. Владимир Вольфович, вот прежде чем закупать приборы, так сказать, лазерного слежения, не могли бы вы как-то поучаствовать, чтобы там все-таки прибавили коек в этом приемнике-распределителе и, наконец, открыли его? Спасибо. Владимир Вольфович, обязательно. Я уже много лет предлагаю по всей стране на опасных направлениях построить или использовать бывшие военные городки огромное количество вот таких вот лагерей. Мог бы слово лагерь звучит немножко отрицательно. Давайте назовем это как бы там приют для иностранных рабочих или какая-то коммуна, трудовые коммуны. Пускай они там не только, даже временно находиться и немедленно направлять на работу. Если есть потребность, немедленно на работу и пускай работают. Пускай они зарабатывают деньги, пускай они помогают нам. Но сегодня анархия. Они въезжают где хотят, растворяются по всей стране и несчастные живут в подвалах, живут в загонах и зарабатывают на этом вот эти самые наши работодатели. Об этом, Андрей Вольфович, давайте все легализуем, определим сколько надо, разместим их в конкретных местах. И вас уверяют, нам очень много нужно рабочих строить дороги, дома для наших граждан и сельское хозяйство. Мы способны их принять. Есть рабочее место, но уберем посредников, монополистов-посредников. Другая должна быть федеральная миграционная служба, другая. И политика другая. Вы понимаете, если вдуматься, даже при том, что работодатели часто бывают местные, а не обязательно из той же диаспоры, потому что диаспора существует, и там тоже свои работодатели. Но ведь существует... Какое количество денег уходит за рубеж, заработанных здесь, необлагаемых налогов? Да, пускай работают так, чтобы они платили налоги здесь. Тогда лучше уже давать ксиву, чтобы он был постоянно местом работы здесь, постоянно на то, что делается в Америке. В Америке человеку, который работает и платит налоги, ему дают ксиву, грин-карт, он имеет право работать, он платит налоги, и он получает достойную зарплату. Если же рабский труд происходит потому, что все отношения сверху вниз извращены. Еще один рецепт. Вне закона. То есть мигранты должны платить налоги здесь? Да. Все, спасибо большое. Продолжим через несколько минут. Мы говорим сегодня о том, как превратить миграцию в ценный ресурс для России. В эфире программа «Специальный корреспондент». Большая часть наших бывших граждан СССР спасается от нищеты, уезжая на заработки в Россию. Ничто, кроме нищеты и отчаяния, ну, наверное, не заставит применять человека, родину на, ну, прямо-таки скажем, каторжный. Труд на чужбине. У нас много вопросов телезрителей. Давайте ответим, ну, хотя бы на несколько из них. Алло, мы вас слушаем. В школах целые классы из приезжих. Учителя говорят с ними на их языке. Где теперь моего сына русскому языку учить? Вот проблема. 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 Здесь нельзя создавать школы по этническому признаку. Распределять нужно правильно. Вот 30 учеников, 20 русских, даже 25. 5 давайте разных. Таджик, узбек, там, киргизм, азербайджанец. Тоже надо регулировать. Уже кварталы появляются. Союз нерушимый республик. Ну, а что делать? Конечно. Вот мы еще одну вопрос не поднимаем. Мы говорим, таджики, узбеки, все эти наши братские народы, всех их любим и уважаем. Русские не могут жить в России. Вы понимаете? Мы приняли программу приема русских. И что вы думаете? Обещали 200 тысяч в год будут приезжать. 300-400 человек. Да, им пищу не пьет. Приезжает человек, ему пить. Просто есть парни русские, в основном это ребята, молодые, не девушки. Годами ходят по России, не могут получить паспорт. Он этнически русский. Поэтому ФМС и в этом барахлит. Зачем закон такой приняли, что 8 лет русскому ждать в России, чтобы стать гражданином России? Да что, издевательство. Он в Россию вернулся вынужденно. А над ними зачем издеваемся? Ну, это немного другая тема. Она связана с этим. Отношение государства. Даже к русским они так же относятся. Создала условия для того, чтобы высококвалифицированные мигранты ехали и создавали 25, а то и 30% технологического успеха сейчас в Америке. Там 50% нобелевских... Простите меня, там какая база? Там же экономическая база. Высокие технологии в Америке занимают, я не знаю, 35-40, а может 50% всего производства в Америке. Сколько у нас занимают высокие технологии? Так вот именно. Они русские как раз образованные. Они туда идут. Это инженеры компьютерские, а их мы здесь не принимаем. Вы правильно говорите? Вот в основном это рабочая сила, низовая из Средней Азии. А русские все образованные, инженеры, врачи, учителя, компьютерские. Их тоже страна не принимает. Вот это почему делает? Вот это тоже ведь ошибка. Это все плохая работа федеральной миграционной службы. Я вам скажу, что и в Узбеке есть учителя, и в Молдаване есть. И тоже готовы приехать. Нет, учителя, которые вынуждены здесь работать дворниками. Да, да. А можно найти работу в профессии. Тоже никто не занимается. Валерия, а вы что? Не занимаются. Нет министерства. Знаете, я был очень удивлен. Всего ряда обстоятельств таких. Я часто сейчас общаюсь с людьми вот такого плана. Потому что наша Рашев, да, вот выстрел социально, мы попали. Вот это удача и так далее. Понимаете, когда я узнаю о том, что несколько дней назад или неделю назад Таджикистан принял решение, Рахмон принял решение, или там кто там, парламент, что русский язык не является языком межнационального общения. О чем он думает? Тогда о чем разговор? Если у меня в Молдавии какой политик не придет, то Воронин, то Галкин, там я не знаю кто. И все говорят, второй язык, русский язык, язык второй. Все, мы вот завтра проголосуем. Никто, все прокатывают свой собственный народ. Народ в поле. Понимаете? Но я вам тоже скажу, что ситуация все равно. Мне кажется, ситуация у нас более, можно смотреть на нее более оптимистична, чем в Америке. Чем в Америке. Почему? Потому что в Америке все-таки латинская культура, вот эта мексиканская, она очень сильно отличается от американского вообще образа жизни, порядка всего этого. Понимаете, я все американцам говорю, они говорят, вот мы там переделаем иракцев, там научим демократии. Я говорю, вы мексиканцев до сих пор не можете научить не брать взятки полицейских. Хотя там они 60 лет, у них американская пропаганда. И есть, там очень несовпадение. У нас гораздо больше, может быть, за время советской власти, может, за время уже гораздо более давнее, за 300-400 летнее общение с Востоком, у нас гораздо более терпимая нация, в принципе. Она, у нас не может быть такого, понимаете, социального взрыва из-за того, что там, скажем, у узбека выключили воду, и у русских тоже. Выключили воду, будут жить без воды. В Америке попробуй выключить воду, американцы не выживут, а мексиканцы выживут. У нас... То, что вы сказали, очень важно, спасибо большое. Да, еще один вопрос, который мы не трогаем. Вот в Молдаване нет проблем, пусть вся Молдавия приедет сюда, Украина, Белоруссия, к примеру, нет проблем. Азия, великолепные люди наши, узбеки и таджики, проблема наркотиков. Это Афганистан. То есть они по одному грамму, если привезут к нам раз в год, это сотни тысяч тонн уже будет, всякие миллионы привезут. А один грамм можно везти, и что мы будем делать? Вот проблема еще, почему государство боится, что делать с ними? Это наркотики, уберем наркотики, уже проблема будет легче решаться. А почему те государства-доноры, которые выступают в роли донора, никакой субсидиарной ответственности не несут? Почему они не отвечают за тех людей, которых они к нам направляют? Это же экономически выгодно для них, правильно? Русские пограничники стояли на афганской границе. Так Рахман заставил убрать. Для чего? Чтобы пропускать больше наркотиков, и наживается таджикская элита. Элита. Вот в чем проблема. Спасибо. Можно я... Извините. Я в Газ. Можно, да? Ночью мы снимаем массовку, 200 человек, настоящих гастарбайтеров, да, на Калужской площади. Там три камеры, все собрали, все, они пришли и так далее. И такой очень хороший, лучше, чем они живут, условия для них, и обед ночью называемый, так сказать, обед. Все, все хорошо, массовка. Там протест против того, что работодатель не платит зарплату тем, кто строит элитное жилье. Значит, все с этими, с палками, с это, там написано, натянника, там, но, и все такое. И надо было крикнуть им там по команде, и там, стоп, моток, ну, стоп, все. И самое главное, Миша крикнул, жигурмей! И все они завопили, жигурмей! Потом, стоп, не, на этом, таджикском. На таджикском? Жигурмей! Все, да, жигурмей. Ну, мы стоим и направляемся к себе в гримваген, подбегает двое, замечательных ребят, и говорят, Джамшу Дама, что такое жигурмей? Я говорю, жигурмей? Я говорю, это мир у мир. Вдруг эти двое срываются, бегут к этой толпе и кричат, Джамшу Дама, Равшанама сказала, жигурмей мир у мир! Я знаю, что они сходят с учебниками русского языка. Они уже, они, у нас, у моего родственника работает замечательныйший парень, трудолюбивый, учит русский. Все, учит русский. Он хочет, хочет учить. Кто хочет, тот учит русский. Спасибо, двигаемся дальше. У нас есть еще один телефонный звонок. Алло? Если все будет идти, как сейчас, то Сибирь скоро станет китайской, а мы в наших городах сами станем гастарбайтерами. Вы этого хотите? Вы этого хотите? Мы этого как раз не хотим. Мы как раз и хотим предусмотреть, какими мерами это все предотвратить. По китайской проблеме легко решается. У нас отличная граница была. Я предлагаю закрыть все переходы. Оставить только один и под жестким контролем принимать то количество рабочих, которое потребует губернатор. Приморского края, Хабаровского, Иркутской области. В ограниченном количестве. Там действительно не надо. Нам, возможно, где-то нужна рабочая сила на заброшенных полях крестьянских. Вот там, пожалуйста, они не будут конкурентами для наших местных. В городах они не нужны. Они будут нужны, если будут строить большие дороги. И очень хорошо будут мероприятия сельскохозяйства разрабатывать. Да, да. Вот здесь как раз людям понравится, жителям городов, что появится свое. Хорошие овощи. Наши граждане не были пастухами никогда. А Средняя Азия, это прирожденные кочевники, пастухи, животноводство. У них это их национальная работа. А пускай они этим занимаются у нас. Нет никакой проблемы. Когда-нибудь в степи стоят, где-то пастбище, дальние загоны. Это не будет влиять на людей, на наших. Не будет вызывать у них какого-то протеста. Спасибо. Валера, знаете, я у вас о чем хотела спросить. А как на вас, как на таджика реагируют на улицы люди? Я сразу хочу сказать, что в «Консомольской правде» было напечатано. Таджики обиделись. Мы не снимали фильм про таджиков. Мы не снимали про узбеков. Мы снимали про свой собственный город, в котором живут и русские, и армяне, и евреи, и те же таджики. Только разные должности. Давайте сейчас прибежались, давайте называть Азиат. Азиат. Ну, Азиат. Или южами. И нас действительно не обижаются. Таджики самые хорошие из всех этих народов. Замечательно. Самые тихие. А я реагирую на это как самый счастливый человек. Потому что вот я вчера от внучки шел, решил наискосок пройти дворами. Возле меня становится такая крутая машина, там, Майбах такой, отпускается. О, привет, это ты? Я говорю, привет, это я. А это ты? Он так раз поднял и поехал дальше. Но когда я на Бибереве, где я снимаю сейчас квартиру, в силу ряда обстоятельств. Я стою на автобусной остановке. Возле меня останавливается раздолбанная Жигуленок, который уже ему пора там, неважно где. Да, и вдруг выходит человек и говорит, Джамшуда? Я говорю, да. Куда? Я говорю, туда. Садись. Я сажусь. Он мне говорит, слушай, откуда так русский, так наш язык знаешь? Тоже пауза возникает. Мы же абракадабру. Я очень, я и к этому отношусь, как доказательство тому, что мы сделали правильное дело. И это, понимаете, вот я... Спасибо. Жигурмэта что означает? Мир, мир. А как это означает? А я думал, как... А, я думал, как... А, я думал, как... Это просто абракадабра. Абракадабра. Ну так вот я, 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 я не знаю. У нас, друзья мои, у нас на отличное, на отличное настроение завершающая фаза дискуссии. Что делать с мигрантами? Как сделать их полезной силой для России? Что сделать государству? Что сделать сообществу? Вот буквально на 30-40 секунд для того, чтобы подытожить. Ну ничего, что делать с мигрантами? Они и так полезны. Кстати говоря, а если бы они не были полезны, так их бы здесь не было. Они что-то строят, строят неплохо. Просто, к сожалению, все это приходит в абсолютное безобразие. И то, что вы говорите об логический строй, ибо, ибо этическая норма, этика в бизнесе, современной бизнесе в России, этики нет. Вот я так считаю. Просто нет этих. Есть только жадная масса людей, которые ради наживы готовы нарушить все законы, а также просто принципы человеческих отношений. Владимир Вольфович. Три меры. Самое лучшее. Восстановить единое государство, каким была Российская империя, Советский Союз. Потому что это неизбежно в будущем. Зачем же сейчас нам вот такой провал временный. Второе. Если это не получается пока, национальные элиты хотят погулять еще, они президенты у нас все. Второй момент. Закрыть границы и вести визовый въезд. Жесткий контроль. Приезжают только с визами, только тех, кого пригласили здесь. И третья мера, если это тоже сложно сделать и будет вызывать какие-то протесты, значит, арестовывать каждый день всех работодателей, которые используют нелегальную рабочую силу. Они будут бояться это делать и сажать тюрьму без штрафов. От трех до семи лет тюрьмы. Останутся стройками. И тогда, и тогда некому будет давать им работу, они просто не будут приезжать сами. У них нету, не будет здесь работы. Все. Работодателей нету. Все. Валерий, вы, кажется, загрустили? Нет, нет, я задумался. Прямо Молдова. Молдова, нет, добро. Мой отец говорил, никогда не задавай вопросов, иначе получишь ответ. Ты делай дело. Поэтому мне кажется, что мой отец прав. Надо просто, чтобы, если у этого человека нет, собственно, дома дома, и он здесь, содержит свой дом там, я бы хотел, чтобы мы как-то помогли и тем людям, которые там остались, и тем, которые здесь. Есть у России такие возможности? Спасибо. Нет, мы поможем России тем, что мы делаем здесь. Вот, я думаю, человеческие какие-то такие вещи. Спасибо. Борис, мы завершаем программу. Борис, вы с нами? Да, я хотел сказать огромное спасибо за такой отклик на мой фильм. И для поднятия настроения напомнить. 18 километров овощей, грядка, за один год. Значит, нам на протяжении десятилетий с вами рассказывали, что у нас зона рискованного земледелия. Что у нас что не год, то засуха, то не урожай. Что у нас не черноземье. Одним словом, сельское хозяйство безнадежное отрасли. Хватило одного сезона. Значит, просто надо работать. И будет нам счастье. А вы это покажите, покажите, чтобы русские поняли, что они приносят пользу, дают нам хорошее питание. Вы показываете ночлежки, наркотики, и они бегают от ФМС. И у всех страх возникает. Страх. Показывайте хорошее. Фестиваль покажите, дружбы. Русско-таджикская молодежь, русско-узбекская и так далее. Молдавская. Молдавская. Давайте фестиваль организуем. Бывшие страны СССР. Кастармай. Да, в том числе и они. Пусть люди увидят их, услышатся и поймут, что они, может быть, действительно люди с добротой относятся к России. Спасибо. Спасибо за интересный содержательный разговор. Спасибо за фильм, Борис. Спасибо вам. Вы смотрели программу «Специальный корреспондент». С вами была Мария Ситтель. Увидимся ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корреспондент.